Дорогие друзья, позвольте вас от всей души искренне приветствовать на белорусской земле. В свое время, это было в 2017 году, мы определили некую дорожную карту наших отношений и выхода на более высокий уровень торговли между нашими субъектами хозяйства, между Белоруссией и Ростовской областью. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение, как мы работаем в этом направлении, как реализовываются наши планы. Еще раз подчеркнуть хочу, вам там непросто, в связи с конфликтом в Украине, вы находитесь на передовой, мы это чувствуем, мы это точно хорошо знаем. Поэтому я желаю вам мужества и стойкости в преодолении тех проблем, которые дополнительно на вашу голову, на ваши плечи упали. За прошедшие пять лет ситуация, естественно, сильно изменилась, за пять лет, когда вы были у нас. Поэтому есть смысл с учетом сложившихся реалий по-новому взглянуть на перспективы двустороннего взаимодействия. Хотел бы подчеркнуть, изменения, которые произошли за пять лет, коснулись только внешних факторов, но никак не отношений между нашими братскими народами. Хочу вас еще раз заверить, в Беларуси вам всегда рады и готовы помочь всем тем, на что мы способны. Главные инструменты поддержки друг друга – импортозамещение и производственная кооперация. Сейчас это важно как никогда. Об этом мы очень часто, встречаясь с президентом России, говорим. Ни одна встреча не проходит без обсуждения вопросов кооперации и импортозамещения. За восемь месяцев текущего года мы наторговали на 420 миллионов долларов. Это 30% прироста к уровню предыдущего года. В прошлом году превысили планку полмиллиарда долларов, которую наметили в 2017 году. Конечно, это неплохой показатель, но есть над чем работать и есть к чему стремиться. Сегодня, как ни странно, большим подспорьем в нашей работе стала не взаимодополняемость, о которой мы постоянно говорили, а как раз схожесть подходов к развитию народного хозяйства в Беларуси и на Дону. Когда после февраля этого года Россельмаш ощутил на себе всю тяжесть западных санкций, наши гомельские производители сельскохозяйственной техники подставили плечо, поддержав ваше производство необходимыми узлами и комплектующими. Когда мне об этом доложили, мы все-таки какими-то конкурентами были. Я однозначно высказался за то, чтобы Гомсельмаш на все, что он способен, оказал поддержку Россельмашу. Что нам делить? У нас огромный рынок, дай Бог, два предприятия, чтобы выполнили заказы потребителей. Спрос большой на сельскохозяйственную технику, на комбайны в том числе. Поэтому хватит работы всем. Я убежден, что здесь есть и более серьезные перспективы по развитию кооперации. Как я сказал, рынок увеличивается, работы хватит всем и надо работать вместе. Мы с вами правильно сделали ставку на интенсификацию сельского хозяйства, не забывая, про ключевые отрасли промышленности. В результате нам удалось сохранить и развить целый ряд уникальных компетенций, которые сегодня помогут обеспечить рабочие места и продовольствию и безопасность двух государств. Наши возможности вам хорошо известны. Мы видим хорошие резервы в углублении взаимодействия в сфере аграрно-промышленного комплекса. Белорусская сторона готова поделиться любым накопленным опытом. Он у нас есть. Если бы мы имели такие возможности в сельском хозяйстве, как в Ростовской области, мы вообще бы в шоколаде были. Но Господь нам не дал таких возможностей, но тем не менее приспосабливаясь к той ситуации, которая у нас складывается, климат меняется. Я не исключаю, что скоро мы придем к такой же схеме возделывания сельскохозяйственной продукции, как у вас в Ростовской области. И нам ваш опыт сегодня очень нужен и полезен. Словом, мы готовы делиться с вами в сфере АПК всем тем, что мы умеем делать. От подготовки кадров до сельскохозяйственной техники. АПК нас располагает широкими возможностями, в том числе и семенной материал, новейшие технологии в растении и в остре, а также в животноводстве от строительства молочно-товарных комплексов, самых современных, и комплектование их всем необходимым, до обслуживания их. Мы готовы обеспечивать область вашу самой современной автомобильной, сельхоз, дорожно-строительной, коммунальной техникой. Вы знаете наши возможности, наших предприятий, гигантских предприятий, МАЗ, МТЗ, Амкадор и других. Готовы с вами работать по пассажирскому транспорту. Уверен, что для вас это тема не только сегодняшнего дня, но и на большую перспективу. Хочу отметить особенно, что приобретая нашу технику, вы можете быть уверены и завтра, и послезавтра, через год нами будет ассоциироваться ее сервисное обслуживание и поставка к ней запасных частей. Я думаю, вы абсолютно убеждены, что мы никогда не бросим, как это сделали западные наши партнеры, как старший брат говорит, наши западные партнеры, бросили и ушли. Мы никогда этого не сделали. Мы также готовы реализовывать совместные инвестиционные и инновационные проекты, в том числе с участием регионального бизнеса. Это, в первую очередь, касается расширения взаимодействия в сфере жилищного, социального строительства. Новые возможности для роста могут дать совместные дорожно-строительные проекты. Есть заинтересованность реализации ваших региональных программ, таких как «Чистая вода». Конечно, нельзя забывать и гуманитарную отрасль, совместные проекты образовательных учреждений, культурные обмены, работу в информационной сфере. Я многие направления перечислен, и если нарасти взаимодействие только в перечисленных направлениях, а их на самом деле в разы больше, мы уже выйдем на совершенно новый уровень сотрудничества. Я думаю, Василий Ильич, все в наших руках. Как договоримся, так и будет. Мы готовы к открытому и предметному диалогу. Убежден, что и сегодняшняя встреча, и работа вашего правительства в нашем, и вообще в Беларуси посещение объектов, какие только вы захотите, они принесут значительные результаты. Уважаемый Александр Георгиевич, я, прежде всего, говорю спасибо, великие слова благодарности за то, что наше сотрудничество имеет очень конкретное направление, и главное, что мы точно не стоим на месте. Казалось бы, пять лет – это немалый срок, но за это время еще больше сделано. Мы в ходе вчерашнего задания нашей рабочей группы договорились о том, что мы должны все, что запишем там, положить на землю. Чтобы это не носило общий декларационный характер, а было прикладное, касалось совершенно конкретных проектов. Обсуждали вчера, и это результат нашей работы, главное, что мы говорили о итогах и некоторых перспективах, обсуждали всегда очень конкретные вещи, в которых заинтересованы жители и Беларуси, и России. И я увидел, что в этом есть хорошо проработанный материал, который был реализован в ходе подготовки и визита, и в ходе работы наших руководителей министерств и ведомств правительства Ростовской области. Начали, прежде всего, с динамики наших отношений, в том числе с учетом нынешней ситуации, которая сложилась. И увидели, что эта динамика имеет очень явный рост. Мы увидели рост внешнеэкономических наших связей, оборота, значит, как в экспорте, так и в импорте, но мы увидели то, что мы далеко не все сделали. Например, думаю, что наших белорусских партнеров, наших братьев и друзей интересует возможность развития экспортных поставок. А, как известно, Азово-Черноморский бассейн, наши порты в Азове, в Таганроге, в Ростове, это тема, которая требует такого постоянного сопровождения. При этом, Александр Ильич, мы понимаем, что решение некоторых вопросов зависит в том числе от федеральных органов власти и в России. Например, российские железные дороги. Мы постоянно этим занимаемся, но увеличившуюся нагрузку на Ростовскую область как логистическую региону, мы точно должны сопровождать модернизацией, разлитием инфраструктуры. И вчера мы об этом говорили. Больше того, я надеюсь, что даже завтра в ходе моей встречи в правительстве Российской Федерации, мы будем говорить об этом с вице-премьерами, которые имеют к этому отношение, потому что для нас это важно. Ростовская область – экспортно-ориентированный регион. Для информации, мы сегодня занимаем третье место по объему несырьевого, неэнергетического экспорта. Объем экспорта среди субъектов Российской Федерации у нас, мы занимаем шестое место в Российской Федерации. 11,5 миллиардов долларов США в прошлый год. Вы правильно отметили, что у нас есть поле деятельности очень большое, главное, результативное в развитии агропромышленного комплекса. Александр Ильич, вот наше общение в прошлый раз, вы на это обратили отдельное внимание, когда я проинформировал вас о том, что мы собрали больше 8 миллионов тонн зерновых, за 5 лет мы увеличили в 2 раза, больше 15 в этом году. Это сегодня 15,3 уже результат, еще 1200 соберем до конца уборки. Ну, понятно, кукуруза, рис, так что 15 с лишним миллионов тонн, 10% российского зерна собрала Ростовская область.